Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем 26 главу. Напоминаю, что мы читаем два текста сразу. Первый, основной текст — это перевод профессора Юнгерова, который сделан с септуагинта, то есть текста греческого, которым пользовались святые отцы, из которого в свое время перевели на церковнославянский язык. Второй текст, с которым мы сравниваем первый, — это текст русского синодального перевода, в основе которого лежит еврейский масоретский текст. Значимые, отличные места мы сравниваем и обсуждаем эти сравнения. Итак, Премудрый Соломон пишет, «Как роса во время жатвы, и как дождь летом, так честь неприлично глупому. Как ласточки и воробьи улетают, так незаслуженное проклятие никого не постигнет. Как бич для коня и палка для осла нужны, так жест для закона преступного народа». Вот эти первые стихи, они показывают, что Соломон живет, конечно, в совершенно иной культуре, в которой живем сегодня мы. Ну, первый буквальный стих, он, если сегодняшний человек его прочитает, то он удивится, потому что мы не очень понимаем, что это значит, как роса во время жатвы или как дождь летом. Для нас дождь летом — это норма, но, видимо, в ситуации, в которой говорит Соломон, это что-то необычное. В то же время, интересно, что синодальный перевод дает несколько другие оттенки и становится понятнее. «Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому». «Снег летом и дождь во время жатвы». Здесь значительно прозрачнее текст, то есть это вещи несовместимые, вещи неудобные. «Так честь неприлично глупому». То есть воздавание хвалы глупому ему не подобает. Очень интересен второй стих. «Как ласточки и воробьи улетают, так незаслуженное проклятие никого не постигнет». То есть вспархивает птица и нет ее. «И незаслуженное проклятие не имеет никакого следа, никакого результата». Это довольно важное уточнение, потому что на самом деле люди очень часто боятся разного рода проклятий. В этом есть что-то такое очень близкое к язычеству, к магизму. Считается, что если кто-то кого-то проклял, то это в любом случае навсегда и в любом случае сработает. Само по себе проклятие в ветхозаветном смысле в первую очередь имеет отношение к грехам самого человека и к его взаимоотношениям с Богом. Проклят тот, кто лишает себя источника жизни. Проклят тот, кто от Бога отвращается. И вот очень важно, что незаслуженные проклятия бывают, и они никого не постигают, у них нет никакого эффекта. Поэтому вопрос здесь не в том, сегодня вообще слово «проклятие» уходит из нашего лексикона, в смысле какого-то действия. Родители не проклинают детей, дети не проклинают родителей, враги друг друга не проклинают. У нас сегодня это не принято. По крайней мере, это все реже и реже встречается. Но верующие люди, иногда люди суеверные, все равно об этом знают и как-то это обсуждают, говорят. И вот очень важно помнить, что с точки зрения Писания нет никакого автоматизма, никакого магизма в этих самых проклятиях. Проклятие может быть заслужено, но тогда оно постигает человека именно в силу его грехов, а не в силу того, что кто-то ему высказал какие-то жесткие слова. Как бич для коня и палка для осла нужны, так жезл для законопреступного народа. Конечно, речь идет о жезле наказующем, о жезле воспитывающем, но также здесь может быть параллель с жезлом подбадривающим и направляющим. Потому что слово «палка» здесь может ввести некоторые заблуждения, как будто бы она нужна только для того, чтобы бить. У Давида в псалмах есть такое выражение «Жезл твой и палец твой, они меня утешают», поддерживают. И вот там контекст-то какой. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что жезл твой и палец твой, они меня утешают. Но «долина смертной тени» — это тоже не вполне корректный перевод. Там, по всей вероятности, стоит слово «темный». То есть речь идет об ущелье в темноте, когда пастух пасет овец, когда он ведет их куда-то. И вот в этом темном ущелье, когда овечкам страшно, палочка, посох пастуха, который показывает им, что он рядом, когда он касается их этим самым посохом и как-то направляет их, куда им поворачивать и прочее, они овец успокаивают, что пастух рядом, что он их не оставил. И поэтому бич для коня и палка для осла — так жезл для законопреступного народа. Законопреступный народ будет наказан. Но тот же самый жезл, та же самая палка превращается в возможность утешения для народа, который, наоборот, надеется на своего пастыря. «Не отвечай неразумному по неразумию его, чтобы не быть подобным ему, но отвечай неразумному вопреки неразумию его, чтобы он не показался мудрым в глазах своих». Иными словами, речь здесь идет о том, чтобы не поддерживать неразумного в его неразумии. Так часто случается, что из-за ложного стыда человек может поддакивать окружающим, просто переживая, что он будет отвергнут, что его слова не понравятся, что его действия не понравятся, что он будет, в конце концов, изгнан из какой-то компании, из какой-то среды. И вот, чтобы этого всего не происходило, человек старается везде показать свою лояльность, везде показать, что он свой. И таким образом, поддакивая, он может поддержать своим поведением любую глупость. И вот Соломон как раз говорит, «Не отвечай неразумному по неразумию его». Если ты знаешь, что это неразумие, не отвечай по этому же неразумию, но вопреки неразумию его, чтобы он не показался себе сам умным в своих глазах. «От путей своих терпит тот бесчестие, кто посылает весть с неразумным послом. Прекрати движение ног и законопреступления уст неразумных. Кто привязывает камень к проще, тот подобен воздающему честь неразумному». Все здесь, вот весь контекст этой главы, по крайней мере, ее начало, как раз о том, чтобы не поддерживать неразумных в их путях. На самом деле, каждый человек, когда он живет и поступает тем или иным образом, он, естественно, желает поступать правильно. Практически никто не поступает сознательно неправильно. Даже человек, который чувствует, что он совершает грех, обычно оправдывает себя какими-то обстоятельствами и говорит, «Да, это плохой поступок, но я его совершаю потому-то и потому-то, я вынужден или по-другому поступить нельзя, или из двух зол я выбираю меньше» и прочее, прочее. То есть практически сложно встретить ситуацию, в которой человек просто поступал бы плохо, если он, конечно, не совершенно какой-нибудь падший грешник, и при этом никак себя не оправдывал. Так или иначе, обычно люди стремятся хотя бы как-то оправдать себя, чтобы выглядеть в собственных глазах достойно. И вот Соломон говорит, что если мы тем или иным образом будем человека поддерживать на его этих путях, мы создадим у него иллюзию, что он прав, создадим у него иллюзию, что он мудр, и этого, конечно, нельзя делать. Терния прозябают в руке пьяницы, порабощение в руке неразумных. Девятый стих, он несколько отличается от того, что мы видим в синодальном переводе. Здесь говорится так, что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Что делает колючая ветка в руке пьяного? Она приносит раны ему, она приносит раны окружающим. Притча — это рассказ, который должен принести исцеляющий эффект, который должен помочь человеку понять какую-то истину, которая открывает перед ним нечто. И, конечно, если сравнивается притча с терным в руках пьяного, то оказывается, что притча не приносит должного эффекта. Наоборот, она оказывается жалящей, она причиняет человеку боль. Далее. «Все тело безумного человека страдает, потому что его терзает иступление». Очень интересные слова, несколько отличаются они в синодальном переводе. «Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает». Вот совершенно разный контекст, потому что разный смысл. По всей видимости, просто это изначально разные тексты. Так случается, что вот в греческом и в еврейском просто расходятся смыслы. Это не разные варианты перевода, а разные высказывания. И вот мне кажется, что интереснее как раз текст греческий. «Все тело безумного человека страдает, потому что его терзает иступление». Человек, который болен духовно, все свое тело приводит к болезни. Для современного человека это довольно странно, потому что кажется, что… Ну что такое душевные муки? Что такое душевные страдания? Ну, совершил человек грех, совершил он какой-то плохой поступок. Ну, бывает такое, случается, ничего страшного. Но на тело-то это никак не влияет. Он при этом может быть совершенно здоровым, Соломон показывает, что человек, который душевно болен, болен грехом, он постепенно все свое тело, все свое существо, потому что человек целостное существо. И вот все свое существо человек приводит к болезни. «Как пёс возвращается на свою блевотину, так бывает мерзок, неразумный, возвращающийся по злобе на свой грех. Есть стыд, наводящий грех, и есть стыд, слава и благодать». Это удивительно, но действительно бывают люди, которые, даже понимая, что поступок плох, возвращаются к нему и совершают его снова и снова. Соломон говорит, он возвращается по своей злобе. То есть, действительно, есть такое состояние, человек может в такое состояние впасть, что он сознательно будет стремиться к злу, будет находить в этом удовольствие. У Соломона довольно много об этом сказано в прежних главах. Но вот очень интересное окончание этого стиха. Соломон пишет, «Есть стыд, наводящий грех, и есть стыд, слава и благодать». Тем самым он указывает на то, что есть в нашем внутреннем мире, возможно, два ощущения стыда. Формально и то, и другой стыд, но один стыд мы воспринимаем как правильный, должный, и этот стыд помогает нам избегать грехов, избегать общественно порицаемого поступка, избегать религиозно порицаемого поступка, того, что действительно стыдно. Но в то же время Соломон говорит, что есть стыд, который неправильный, и на который нельзя ориентироваться. Это стыд, стыд не совершить грех вместе с грешниками, когда все рядом с тобой грешат, и тебе стыдно поступить, не поступить так же. Такое тоже случается, например, в советские годы, когда человек проходил мимо храма, он очень редко крестился, или даже как-то заходил в него, и вообще редко мог показать, что он верующий, потому что ему было стыдно перед остальными людьми, перед людьми нерелигиозными. Интересно, что Тертулиан уже после Рождества Христова, конечно, да, вот он общался в языческой среде с разными людьми, и они говорили тогда для людей античности, это было очевидно, что стыдно верить в телесное воскресение Христа. И Тертулиан говорит, и пусть я буду бесстыжим, но буду верить в воскресение Христа. То есть для людей, окружающих, ты будешь бессовестным, но на самом деле ты будешь совестливым. Ты будешь бесстыжим, но на самом деле ты будешь ориентироваться на правильный стыд. Так что свои ощущения, ощущения стыда того или иного, надо проверять своим разумом и действительно думать, насколько это мое ощущение соотносится с соблюдением или несоблюдением заповеди. Далее. Я видел человека мудрого в своих глазах на неразумного больше надежды, нежели на него. То есть, конечно же, я чую это о том, что человек, который мудр в своих глазах, он еще совсем не обязательно мудр на самом деле. И самонадеянный, хуже, чем неразумный, с точки зрения Соломона. Ленивец, посылаемый в путь, говорит, лев на дороге, разбойники на площадях. Как дверь ворочается на крючьях, так ленивый на своей постели. Ленивец, спрятав руку в пазуху, не может донести ее до рта. Ленивый в глазах своих, мудрее того, кто в совершенстве исполняет поручения. Целый такой отрывок про ленивца. И он показывает действительно характер ленивого человека. Он оправдывается, он придумывает разные основания для того, чтобы не делать какую-то работу. И вот интересно, этот 16 стих, последний в этом отрывке, ленивый в глазах своих, мудрее того, кто в совершенстве исполняет поручения. Что это значит? Вот что делает ленивый? Есть страсть определенная, есть определенный греховный настрой, который мы называем словом лень. Этот греховный настрой, человек может против него идти, может наоборот за ним следовать. поддаваться ему, подчиняться ему. И вот если он ему подчиняется, то в итоге вся логика его жизни, все его мысли, они подстраиваются под эту страсть, начинают ее оправдывать. И тогда ленивый оказывается в своих глазах мудрее, чем тот, кто трудится, кто работает, кто в совершенстве исполняет поручения. На самом ли деле он мудрее? Нет, не на самом деле он мудрее. Но он, поработившись этой самой страсти, постепенно приходит к тому, что его сознание, подчиняясь этой страсти, начинает его оправдывать. И человек, может быть, даже не вполне себе отдает отчет, что вот это внутреннее оправдание в нем таким образом работает. «Что держащий пса за хвост, то вступающийся в чужой спор. Как помешанные оскорбляют словами людей, и кто первый им ответит, подвергается обману. Так все коварно поступающие со своими друзьями, а когда бывают изобличены, говорят, я пошутил». Очень интересная такая ремарка, она буквально, ну, возникает ощущение какой-то такой современности. Да, мы не привыкли к тому, чтобы в Писании говорилось о шутках, но вот здесь именно об этом говорит Соломон. Человек, который вступает в чужой спор, он должен быть готов к серьезному разговору и должен делать это только, когда это что-то насущное, а не когда ты вступаешь в спор ради того, чтобы просто поспорить, а когда тебя припирают к стенке, ты говоришь, что ты пошутил и, в общем-то, ничего всерьез не имел в виду. Люди как помешанные оскорбляют словами других. То есть, вот что такое неправильный спор? Это спор, в котором разгораются страсти, в котором люди стремятся не выяснить истину, стремятся показать свое превосходство, стремятся показать свою свою собственную мудрость. Но не будем забывать, что вот это ощущение собственной мудрости, оно может быть ложным, о чем Соломон говорит до этого. И нужно много раз подумать, прежде чем вступать в спор и делать это только ради истины, ради спасения другого человека, ради направления людей по правильному, а не положенному пути. К сожалению, сегодня и социальные сети, особенно в этой сфере, много приносят неприятностей и даже бед иногда, потому что они позволяют не видеть лично человека, не слышать интонации, не зная человека лично, не зная, какой бэкграунд стоит за его словами, какие основания, какое образование. Эти социальные сети позволяют людям устраивать перепалки, споры самые ожесточенные, когда друзья становятся врагами, когда люди, которые уважали друг друга, начинают друг к другу относиться плохо, предвзято. Вот нам нужно быть внимательным к словам Соломона и поменьше спорить просто ради споров. Далее Соломон говорит, среди множества деревьев огонь разгорается, где вспыльчивого нет, там затихает ссора. 20 стих несколько отличается от того, что мы читаем в синодальном переводе. Где нет больше дров, огонь погаснет, где нет наушника, раздор утихает. Вот здесь речь идет о вспыльчивости, где вспыльчивого нет, там затихает ссора. Вспыльчивый человек, понятное дело, он горячий, темпераментный, если что-то не боевое, если что-то не так, он сразу начинает отвечать, начинает спорить. Но в синодальном тексте совершенно другой смысл. Здесь речь идет о наушнике. Ну, наушник, имеется в виду, это человек, который шепчет на ухо. То есть, человек, который совершает подлый поступок, наговаривает один на другого. И действительно, ссора может возникнуть из-за вспыльчивого человека. Но вспыльчивый человек, он же часто бывает и отходчивым человеком. Вспыльчивый человек может возмутиться, но узнав правду, успокоиться. А вот когда речь идет о подлом человеке, который говорит на ухо, который клевещет, который раскрывает ненужные секреты, вот это ссора совсем другого рода. Эта ссора помещает сомнение в сердце человека. И когда оно в этом сердце поселилось, его очень трудно оттуда изгнать. Одно дело какие-то внешние эмоции, и другое дело эмоции сердечные, когда человек начинает сомневаться в друзьях, начинает подозревать их в неискренности. Подозрения очень сложно изгнать из себя. Далее. очаг для угля и дрова для огня, а обидчик для возбуждения вражды. И, конечно же, это большая беда, если человек сам становится обидчиком. Одно дело, когда человек совершает нечто ненароком, невольно, но здесь речь идет все-таки о человеке подлом. И, на самом деле, мы должны отдавать себе отчет, когда, например, нас обижают, или когда мы видим какую-то ситуацию, которая нам не нравится, в которой замешан другой человек, мы всегда должны думать над тем, насколько это действие, которое он совершает, сознательная подлость, и он желает действительно причинить нам вред. И, если мы так будем поступать, мы заметим, что очень часто человек, чье поведение нас возмущает, не подлый. Он может исходить из своих представлений о добре и злее, он может искренне спорить с нами, возмущаться, даже как-то пытаться, например, сделать нашу жизнь сложнее, и нам будет казаться, что это очень что-то плохое, но с его стороны, но он может делать это искренне и не подло, и тогда это совсем другая проблема. Тогда надо встречаться, договариваться, объясняться, тогда надо стремиться к миру, потому что здесь с обеих сторон есть искренность и просто есть недопонимание, разница языка, разница культуры, разница мировоззрения, в конце концов, но нет подлости. И совсем другое дело, когда человек сознательно совершает подлость, это очень редкое явление, очень редкое явление. Даже те люди, которые сегодня ссорятся в социальных сетях или в личном каком-то общении, они не отдают себе отчет именно в этом. Другой человек вполне искренне может читать по-другому, и это значит, что отношение к нему не должно быть таким же, как подлецу, который сознательно делает зло, понимая, что это зло, сознательно разрушает общение, сознательно разрушает жизнь другого человека. Это разные вещи. Слова льстецов мягки, но они ударяют в глубину чрева. Тоже стих отличается от синодального перевода. Слова наушника как лакомство, они входят во внутренность чрева. Вот здесь, в этом случае, синодальный перевод, мне кажется, интереснее. Почему? Слова наушника как лакомство, и они проникают до глубины чрева, то есть до нутра. Вот это то, о чем я сказал прежде. Человеку свойственно, так уж получилось в результате грехопадения, плохо думать про других людей. Мы скорее склонны к подозрительности нередко, чем к тому, чтобы оправдывать другого человека. Может быть, это особенность культуры или особенность какого-то нашего воспитания, но так или иначе, если нам говорят что-то плохое про другого человека, мы нередко начинаем это слушать. И вообще вот так удивительно складывается, что отсутствие плохих новостей люди воспринимают как отсутствие новостей вообще. Если в новостях рассказывают только что-то хорошее, люди говорят, что это разве новости. Вот если бы что-то плохое было, что-то трагичное, что-то тяжелое, вот это новости. И то же самое даже в личном разговоре, дело не в каких-то телевизионных или радиоканалах, дело даже в личном разговоре. Если тебе рассказывают что-то такое трагичное или плохое, то человек гораздо охотнее оказывается расположен это слушать. И вот Соломон еще об этом говорит. Слова льстецов как лакомство, то есть это что-то интересное, приятное, слова наушников, но они поселяются в самом сердце и оказывают самое страшное влияние, самое страшное, самое разрушительное влияние на человеческое общение. Нам действительно нужно бороться, может быть, даже вот всем сообществам, не просто, не только лично, с нашей любовью к плохим новостям, с нашей любовью к плохим оценкам. Человек, который смотрит на мир добрыми глазами, я говорил уже в одной из прошлых передач, что у одного из святых последнего времени даже была такая практика, он считал, что надо стараться сознательно замечать как можно больше доброго в окружающем мире и прямо создавать себе такую программу, вот несколько раз в день проговаривать, что вокруг меня есть доброго и хорошего. И мы увидим, и он прямо так говорил, и это действительно проверено на опыте, что мир вокруг нас становится добрее, если мы ищем в нем добро, а не зло. Серебро, даваемое слезтью, то же, что глиняный черепок, льстивые уста скрывают беспокойное сердце. Устами все обещает плачущий враг, а в сердце замышляет коварство. Если умоляет тебя враг громким голосом, не верь ему, потому что в душе его семь лукавств. Скрывающий вражду обманывает, а благоразумно открывает свои грехи в народном собрании. Вот действительно речь идет об искренности в человеческом поведении, о том, что какая-то открытая и понятная, ну, если не вражда, то, по крайней мере, открытая и понятная, честная недопонимание, честное несогласие лучше, чем подковерные споры, распри, которые создаются лжецами и лицемерами. Кто роет яму ближнему, тот упадет в нее, кто валит камень, тот на себя валит. Лживый язык ненавидит истину, а нездержанные уста производят нестроение. Очень интересный текст, но, впрочем, настолько понятный и очевидный, что он просто стал пословицей в русском языке. Кто роет яму другому, тот сам попадет в нее. Почему это так происходит? Рыть другому яму это из-под тяжка подло, не в открытом общении делать так, чтобы человеку стало плохо, чтобы его исключили из какого-то сообщества, чтобы жизнь его стала сложнее, чтобы он был наказан. Человек, который отказывается от открытого и честного разговора, даже даже если он с кем-то другим не согласен и готовит пагубу библейским языком через какие-то подлые пути, он в итоге приходит к тому, что на нем самом сказываются последствия его поступков. Потому что подлость, которая поселяется в сердце человека, она в итоге самого этого человека приводит к бедствующему состоянию. Да избавит нас Господь от подлых действий, от подлых путей, если мы с кем-то не согласны, если в нашем сердце есть какое-то недопонимание, будем действовать открыто, стремясь к миру. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!